Петру Ваткерео Петру Ваткерео И, конечно же, каждый раз как будто попадаешь в новую страну, в новое пространство, в новое что-то, на новой планете. И все интересно. Казалось бы, ну, все мы должны быть похожими, потому что у нас связывает какое-то прошлое общее. Тем не менее, уже прошло достаточно много времени с тех пор, как мы стали просто опять заново приобрести свою идентичность и возвращаться каждый к своим корням, к своей природе, к своим традициям, к своей культуре. И походить каждый сам на себя. И в этом вся прелесть. Я думаю, что все мы одинаковы, но в то же время очень разные. Мы выпускники Щукинского училища. Мы закончили в 1985 году. Как давно это было? Вот. И мы вернулись в Молдову полны сил, энергии, желания утвердиться, сделать нечто эдакое. Но в течение одного сезона театрального мы поняли, что театр, в который мы попали, работает по другим принципам, которые нас не устраивают. Мы нашли, что этот театр уже устарел, что там все покрыто немножко пылью и плесенью. И я кинул клич такой. Кто со мной? Ребята посмотрели на меня. Куда? На улицу. Как на улицу? А что мы будем делать? Театр мы будем делать? Мы будем делать театр. Как? Где? Я говорю, не знаю. Под солнцем, на улице, в мире, в пространстве, в этой стране, в другой. Я не знаю, в лесу, в горах. Я не знаю, где. Если мы по-настоящему хотим что-то сделать, что-то людям сказать, то место найдется. Мы начали свое существование как театр первой пьесой, написанной Ионеско «Лысой певицей». В 91-м году, когда мы поставили эту пьесу, у театра еще не было названия. Мы долго искали. Было очень много вариантов, как мы будем себя называть. И вдруг кто-то нам подсказал. Ионеско. Почему Ионеско? Потому что это первая пьеса, которой вы открываетесь как театр. Это первая пьеса театра абсурда. Это первая пьеса, написанная Ионеско. Ионеско румын. Или француз румынского происхождения. То есть есть очень много общего. И мы подумали, почему бы и нет. В то время еще Ионеско был жив. И мы сочли своим долгом. Нашли номер телефона, его в Париже. И я набрал номер. Он ответил. И у нас состоялась беседа. Запись, которая до сих пор у нас хранится. Как бы в золотой фон нашего театра. Ионеско очень обрадовался тому, что я ему сказал, что у нас скоро будет премьера лысой певицы. И этим спектаклем мы хотим открыть новый театр в Кишиневе. Он дал свое добро, дал свое согласие. Благословил нас. И сказал, что это для него большая честь, что в Кишиневе, в Молдове будет театр, который будет носить его имя. Мне кажется, что сам театр абсурда. Он актуален всегда. Может быть, он менее понятен современному зрителю. Или определенной категории зрителей. Которые привыкли к театру реалистическому. Где там сюжет развивается по какой-то логике. Где все понятно. Где все вот близко очень к жизни. И все такое. Но этот жанр, его нужно, во-первых, прочувствовать. Само существование человека в какой-то мере очень абсурдно. Очень не поддающееся объяснению. Наверняка с каждым из нас происходят случаи, когда ты поступаешь иной раз определенным образом. И не зная, почему ты так сделал. Почему ты поступил именно так. Тебя или заносит куда-то, или ты не следишь за собой. Или ты попадаешь в какие-то ситуации необъяснимые, не поддающиеся логике. И это смешно. Чаще всего это смешно. Это и трагично, но и смешно. И как люди, политики, как они не могут понять эту элементарную взаимосвязь между развитием экономическим и культурным. Что экономическое развитие, ну, впрямую связано и зависимо от культурного развития. От уровня культуры в обществе. Вот почему-то японцы это поняли. И они выделяют, и не только японцы. И они вкладывают в культуру очень много, большие, бешеные деньги. И мы очень часто бываем в Японии. И у нас была встреча с представителями Министерства культуры и с представителями мэрии города Токио. Я им задал вопрос этот. Почему? И они сказали, что вы думаете, что японская экономика, она просто так развивается? Нет. Она находится на этом уровне развития именно потому, что у нас культура развита. И человек, высокообразованный и культурный человек, он более... Его производительность в экономике, она более высокая. Почему разные поколения никак не могут найти общего языка? Почему молодежь всегда чувствует в себе потребность рвать и метать, протестовать, устраивать бунты? Почему старшие поколения всегда считают, что молодежь чего-то недопонимает? Что молодежь не туда развивается, что интересы молодежи не те, которые должны быть. А может, у нас, у взрослого поколения что-то отстало? Может, мы чего-то недопонимаем сегодня? Потому что время же меняется, время меняется. И чаще всего мы отстаем. Взрослое поколение что-то отстает и держится за свое прошлое. А вот в наше время, а вот когда мы были молодыми, а вот когда мы в школе учились, а вот когда нас воспитывали, а вот у нас какие были принципы, так то было, то было и прошло. Сколько можно жить прошлым? Прошлого уже нету. Да, нету и будущего, но зато есть настоящий мир. В каждом ребенке что-то заложено, очень ценное. И нужно ему дать полную свободу, чтобы это нечто, заложенное в нем, чтобы оно вылилось наружу, чтобы оно себя проявило. И чтобы оно себя выразило само. И тогда можно с уверенностью сказать, этот ребенок в том или в другом направлении он должен развиваться. И просто помочь ему. А навязывать ему какую-то профессию, это ошибочно, по-моему. И не надо травмировать детей. Нужно просто предоставить ему возможность выбора. Пускай он спортом занимается, и танцами, и музыкой, и рисованием, и дзюдо, и разными увлечениями. И вот когда его потянет, вот туда ему и дорога. И не нужно орать на ребенка. Почему? Ты же доктором должен стать. Ты же учитель. Ты же музыкант. Человек хочет милиционером стать. Допустим, меня сейчас увлекает, не то что увлекает, а интересует персонажей Горького. Вот с чем открылся фестиваль. Мне было очень интересно эта постановка на дне Горького. потому что это как раз именно та тема, которая меня сейчас беспокоит. Она звучит очень, очень актуально. И не в том плане, что там речь идет о каких-то конкретных людях. Мне кажется, что в какой-то мере целое общество вдруг очутилось на каком-то дне. и нам нужно найти способы выжить и выходить на поверхность, на какую-то. Люди запутались в последнее время. Я чувствую, что очень много всего, что происходит вокруг нас в мире, нацелена на то, чтобы запутать нас так, что мы забыли вообще бы, как нас зовут, откуда мы родом, и куда мы направляемся, и зачем живем. Какая-то дьявольская сила сейчас все перемешивает в мире. И хочется просто остановиться и призадуматься, что с нами происходит. Напоминать человеку, что он человек, что он не Бог, что он не дьявол, что он не какая-то там некрайность. Он просто человек. Он частица природы. Он часть нечто огромного целого. и не дать ему звереть. Потому что очень много, как это называется, искушений вокруг. И впасть в искушение очень легко человеку. Звериное начало иной раз в нас берет вверх и давит, и тянет туда, туда, к животному нашему, к нашей природе животной. Но есть же Бог, а мы о нем забываем. Есть же у этого зверя есть еще и дух, есть еще вера, есть много-много прекрасного вокруг нас, который мы не замечаем, просто не замечаем. А оно же рядом. И хочется вот напоминать постоянно, что красота и добро, оно рядом. Просто нужно остановиться и присмотреться. Его можно найти везде. И в природе, и в животном мире, и в человеке. Но в первую очередь в человеке. ВДРСК и в ВИТОР ФЕРИЧИТ. Желаю вам счастливого будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова